Деяния апостолов, двадцать восьмая глава Ехидна, вышедшая от жара, повисла на его руке Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу Видно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить Но он, встряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда Они ожидали было, что у него будет воспаление Или он внезапно упадет мертвым Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды Переменили мысли и говорили, что он Бог Около того места были поместья начальника острова именем Публия Он принял нас и три дня дружелюбно угощал Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове И, приплывши в Сиракузы, пробыли там три дня Оттуда отплывши, прибыли в Ригию И, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им Мужи, братья, не сделав ничего против народа или этических обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами Они же сказали ему Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев, никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков Одни убеждались словами его, а другие не верили Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова Хорошо, Дух Святой, сказал отцам нашим через пророка Исайю Пойди к народу сему и скажи Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их И так, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат Когда он сказал это, иудеи ушли много споря между собою И жил Павел целых два года на своем иждивении И принимал всех приходивших к нему Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно На этом кончается книга «Деяний апостолов»